Небольшой обзор аккумуляторной пилы от производителя Oregon, модель KS300. Это аккумуляторная пилочка, которая комплектуется с зарядным устройством и аккумулятором. Аккумулятор на ней стоит 36 В, 4 Ач. Вот такой вот. Можно увидеть при нажатии кнопки индикатор заряда батареи. Движением вверх красного рычажка аккумулятор вынимается. До упора вставили, а он защелкнулся самостоятельно. Вот такая вот пилоаккумуляторная от фирмы Oregon. Также на ней очень отчетливо видно индикатор состояния масла. Вот такая вот идет пробка маслобака. Сапун в ней тоже уже в верхней части. И нитка для того, чтобы не выпадала на тырсу или на грязную землю. Рычаг автоматического тормозоцепика, который, кстати, работает, он сделан как часть дизайна. С боковой части мы видим, что здесь она идет с бесключевым натяжением цепи. Боковая крышка вот раз, открутилась. Черным рычагом мы откручиваем, красным рычагом натягивается пильная цепь. Мне, кстати, очень нравится эта технология, потому что технология идет по принципу храповика. То есть, тут можно вставить, как и обычный натяжитель цепи. Корпус позволяет. Корпус полностью сделан с металла. Ну, силумин, можно как угодно его называть. Соответственно, докопаться можно к любому. И вот такая вот резиновая прокладочка, которая не выпадает. Потому что много часто ее кто-то теряет на аккумуляторных или на электрических пилах. Здесь она сделана качественно летая. Натяжное устройство, которое крепится на шину. Вот сюда вот. Оно, кстати, прикрепляется и правильно сделано, что переворачивается. Сделано добротно. Иероглифы мы видим, цифры и всякие дела. То есть, уже говорили, что необычный какой-то силумин, который ломается, как на обычных пилках. Поломать его не знаю, каким образом можно. У меня еще такого ни разу истории не случалось. Я, кстати, переворачивать шину нужную для раномерного износа. Технология PowerSharp. Технология PowerSharp, которая затачивает цепи поверхностно. Тянем рычаг на себя. Камень уже к звездочке. Вот так вот подходит. И точит верхнюю часть зуба режущего. Такая вот технология. Звездочка ведущая маленькая. Шаг ее составляет 3 восьмых. Обычное посадочное место 8 на 10. Стопорится вот такой вот шабой и стопорным колечком. Мы видим, что на пилочке также указано 100 дБ звуковой барьер. Видим, что фирма Reagon зарегистрирована в Бельгии. Аккумулятор, зарядное устройство и непосредственно сама пила делаются на заводе в Китае. То есть это качественный заводской инструмент, который делается сейчас... Так, кстати, все там делаются, производители. Вытащим аккумулятор. Покажу вам, как он выглядит с внешней стороны. Такой весистый. Как указывает инструкция, он весит 1,27 кг. Серийный номер его. Дата производства 2021 год. Саму сердцевину хочу продемонстрировать. Как там внутри. Раз. Одной рукой, конечно, это неудобно делать, но все же получается. Вот такая вот пилочка на 36 вольт. Также в комплектации упаковка с под аккумулятора. На упаковочке написано 4 ампер часа, 1,24 кг. Боковую крышку берем. Зарядное устройство на 36 вольт. Зарядных устройств можно купить и второе, по сути. Только оно стоит дороже и дает преимущество там всего лишь на 20 минут заряда быстрее. 650 зарядное устройство. Также есть более мощнее, оно красного цвета. И аккумулятором можем докомплектовать максимальным, на 6 ампер часов. Или также на 2,6, но он будет слабее, по сути. Пилу в отдельности можно купить голую. То есть, не обязательно покупать зарядным устройством и аккумулятором в сборе. Регон дает возможность в отдельности купить саму пилу. И уже по вашему желанию докомплектовать аккумулятором больше или меньше. Шина, кстати, идет здесь 40. Обычная шина шага 3,8, 1,3 толщина паза. То есть, обычная шина, которая можно переставить с любой другой электрической или бензинной пилы бытового класса. Также вот в комплектацию идет оригоновский цепочек с технологией Пары Шарп. Видим, что он сделан именно в Штатах, поверхность на которой зубы точатся не вглубь, а поверху. Кстати, технология используется на электрических пилках. Но там на электрических орегонах идет шина 45-ка с самозаточным устройством 40-ка. Они комплектуют обычные устройства. Тут уже сразу идет самозаточное шина. Точнее, защитный чехол пильной шины. Также инструкция по эксплуатации на русском языке. И вот такая вот рекламка, то, что аккумулятор, который идет от Орегона, его можно, кстати, использовать на все инструменты, которые изображены. Это газонокосилка, дуйчик, прожектор, триммер аккумуляторный обычный. И также мультикомби-система, которую можно использовать для уборки листьев. Ну, соответственно, для взрыхления почвы у нас такие культиваторы. И вот ножницы, и даже прикольный дуйчик. Я тестил дуйчик. Он офигенно, особенно на турбо-режиме работает. Инструкция, как я показывал. И, что самый главный вопрос, можно ли поставить на данную пилу обычные цепи. То есть, цепи средняя ценовая политика составляет 900 гривен с быстрой технологией заправки на... Точнее, с быстрой технологией заточки на эту аккумуляторную пилу. Но также можно ставить обычные цепи, которые стоят от 120 до 250 гривен на обычную сороковку от электропил. И без запросов используйте, но не нажимайте рычаг, чтобы не затащить верхнюю, не дай бог, сторону. Потому что точатся обычные цепи все изнутри. То есть, либо круглым напильником, либо заточным станочком. Ещё раз покажу зарядное устройство. Все эти индикации, которые изображены на зарядном устройстве, можно увидеть инструкция мелкая. И вот такая вот коробка идёт. Орегон коробка. Красивая, презентабельная. Можно посмотреть полностью со всех ракурсов. Ещё раз на фотографии, ссылка, которую я оставлю под описанием. Также эту пилу можно приобрести с официальной гарантией. Два года, которая даётся от производителя на эту пилочку. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Будем делать больше обзоров, будем делать больше распаковок для вас же, дорогие зрители. Шумит аккумуляторная пила Орегон модели КС-300. Какой уровень шума она вообще выдаёт? Вращение от цепи по часовой стрелке. Но вот такой вот шум в основном от самого цепи. Орегон модели Кस-3007. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»